друзья привет на улице 6 часов утра мне как всегда не спится сегодня я еду на винницу этот груз мне подкинул мой хороший товарищ поэтому жду его заезжаем на заправку ну и будем выезжать груз свинницы на киев где-то в 10 11 часов мы должны быть на загрузке посмотрим что из этого получится а Итак, проехали мы уже Житомир и даже Бердычев. До Винницы осталось километров 80, наверное. Дорога тут пока что неплохая. Ну ладно, будем ехать дальше. Итак, мы уже в Виннице. Сейчас грузимся. Ну и будем валить обратно на Киев. Сейчас еще адрес до этого всего надо найти, конечно. Вроде как геморройный, но ситуация покажет. Ну а пока мы тут будем заниматься загрузкой. Посмотрите видео о том, какой аккумулятор у меня стоит. Так, были вопросы по поводу того, какой стоит аккумулятор родной. Это машина Nissan NV400, он же Renault Master в третьем кузове. Мне повезло. Потому что у меня стоит еще родной аккумулятор. Поэтому могу посмотреть точные значения. Значит, стоит он под подножкой. Вот под этой вот. Откручивается легко. Просто винты на торксах. Открутили, сняли. И стоит тут аккумулятор. У нас, значит, 12 вольт. Понятно. 95 ампер час. 850. А, это амперы, наверное. Короче, вот так вот. Брэнда Варта. Хороший бренд. В общем, такой аккумулятор располагается очень удобно. Мне нравится. Места много. Все, в принципе, доступно. Единственный минус, это то, что сюда попадает много грязи. Потому что вот там отверстие уже просто на улицу. Это тоже хочу доработать. Мой аккумулятор, померил я мультиметром, показывает 12,1 вольта. Это говорит о том, что он заряжен где-то на 60-70% на вскидку. Значит, его надо прогнать. Буду прогонять его импульсной зарядкой, чтобы прошел процесс десульфации. Я думаю, что он еще какое-то время поездит. И все будет окей. По поводу зарядок аккумулятора, может, для кого-то будет полезная информация. Считается, что полностью заряженный должен показывать 12,6-12,7. Ну, иногда 12,4. От многих факторов зависит. 50% зарядки, это у нас около 12 вольт. Ну, если 11,6 показывают, то значит, он практически полностью разряжен. Чем больше разряжен и вы его эксплуатируете, тем больше проходит процесс, точнее, быстрее процесс сульфации. То есть, распад пластин свинцовых. Такая вот информация. Так, в общем, пришел я снимать аккумулятор, чтобы его заряжать. Пока суть до дела. Решил продиагностировать еще машину, заодно показать. Те, кто не знает, диагностический разъем находится под вот этой вот крышкой. Ну, это кармашек. Тут вот есть место для пальцев. Просто тянем на себя. Вот так вот. Тут же предохранители. И вот же он диагностический разъем. Вставляем. Включаю зажигание. Ну и диагностирую. Итак, друзья, протестировал я машину, просканировал сканером. И машина мне выдала ошибку. Вот так вот она выглядела. Я ее, конечно же, полез в интернет, расшифровал. И что я с этого понял? Понял я с этого всего, что когда я менял свечи накала, просто не снял клемму с аккумулятора. И машина зафиксировала какие-то движения, короче, с проводами свечей накала. Конечно же, эту ошибку я вытер. Потом запустил машину. Прочитал еще раз все ошибки. Этой ошибки уже не было. Ну, а теперь, в принципе, я проедусь немножко. И посмотрю, появится ли она в движении. Я думаю, что не появится. Итак, друзья, снял я аккумулятор. В общем-то, кому интересно, вот такие вот параметры у него. Глазок, как ни странно, зеленый у меня. Но все равно буду прогонять его импульсной зарядкой. Кстати, 14.02.13 года. Родной аккумулятор, потому что машина тоже 13-го года. Плюс Рено-Ниссан, плюс Варта. Никто бы у нас такое уже не ставил. Ну, короче, будем пытаться его реанимировать. Так, подключил я зарядное устройство уже. Пока что не включал его в розетку. Оно у меня вот такое вот. Сейчас попробую сфокусировать. Днепр 8И. Это именно импульсное зарядное устройство, которое делает десульфацию аккумулятору. Сейчас, наверное, не видно. Но почему-то зарядка показывает, вот так вот будет виднее, 12.7. Типа аккумулятор в нормальном состоянии. И я так подозреваю, что я просто олень. И померил, естественно, под нагрузкой. Что это означает? То, что не была скинута клемма. И сейчас устройство показывает 12.7. Соответственно, может быть еще косяк моего мультиметра. Но сейчас я его подключу. И, в принципе, мы эти показатели сравним. Ну, как я и предполагал, кто-то подпездывает у нас. Здесь у нас 12.38. Здесь же у нас по-прежнему 12.7. Но аккумулятор уже тут. Соответственно, прогонять я его по-любому буду. Вот это зарядное устройство хуже не делает. Делает только лучше. Соответственно, сейчас я его включаю. Заодно и покажу, как оно работает. Ну, собственно, процесс пошел. Тут тоже начало набираться напряжение. Итак, друзья. Зарядка вышла на режим импульсной зарядки. Вот она, в принципе, вот так вот происходит. Вот эта импульсная зарядка заряжает именно импульсами. В этот момент происходит десульфация. То есть, присоединение отпавших частичек обратно к пластинам. Вот так вот на мультиметре. Почему значения другие, я так и не могу понять. Может, мультиметр такой. Ну, в общем, смысл понятен. Итак, поставил я аккумулятор на место. Значит, погонял я его немного зарядкой. Добился я 12,6 по вольтам. Ну, в принципе, глазок зеленый. Он и был зеленый. В общем, я его немного потренировал. Хуже ему точно перед зимой от этого не стало. Итак, друзья, выгрузили мы Винницу благополучно. Уже утро следующего дня. Сейчас я еду на заказ. А после него на еще один заказ. В общем, поснимать не удалось на обратном пути, потому что с нами ехал клиент. И что хочу сказать по Виннице. Не буду подводить резюме, делать какие-то выводы, называть цифры, потому что частенько выслушаю много негодований, что мало, много берешь. Я не скажу, что это была сильно радужная поездка по деньгам. Это был тест на самом деле. Для меня лично. Для моих мыслей и так далее. Поэтому такая была поездочка на Винницу. Такая информация была по аккумулятору. Кому была эта информация полезной, обязательно поставьте лайк. Ну а на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok